Добрый день, дорогие зрители! Я приветствую вас на своем канале. В начале 90-х годов я очень много слышал, как в фильмах то и дело упоминаются отсылки к фильму «Техасская резня бензопилой» или, как его еще упоминали, резня бензопилой по-техасски. Сам фильм я не видел, но знал, что там кого-то режут бензопилой. Конечно, спустя какое-то время фильм я нашел и посмотрел первую и вторую часть. Ну, для своего времени первая часть была, наверное, шокирующей. Время идет, и напугать или шокировать этим фильмом сегодняшнее поколение вряд ли удастся. Вот и пошли хорошо проторенным путем. А именно, рецепт такой. Взять старую историю, обернуть в современные понты и примочки. И вуаля, вариант для современной молодежи готов. По счастливому стечению обстоятельств, кинолента стала первой в серии удачных и не очень ремейков классических фильмов ужасов, снятых на студии Platinum Dunez. Фильм удался. Здесь подействовала стандартная схема. Критики плевались, а зритель пошел в кино и влил в кассу сборов более 107 миллионов баксов. При относительно скромном бюджете в 9,5 миллионов долларов. Как уже всем известно, картина частично базировалась на деяниях ужасного выродка маньяка по имени Эд Гейн. На этом совпадения с реальностью заканчиваются и начинается кровавый вымысел. Продюсер фильма Майкл Бэй решил посадить в режиссерское кресло новичка-клипмейкера Маркуса Ниспеля. Хотя я сам лично помню, одно время курсировали в СМИ слухи, что фильм будет ставить сам Майкл Бэй лично. Однако, как стало известно позже, он ограничился продюсерскими полномочиями, а также снял трейлер, который показали людям из New Line Cinema. Увидев, они тут же пообещали взять картину к прокату, хотя фильм даже еще не был снят. В общем, выстрелить Платинум Дюнс хотели громко. Ремейк легендарного фильма. Достаточно сказать, что на главную роль они хотели заполучить одну из таких актрис, как Кэти Холмс, Кирнстен Данст или Джессику Альбу. Самого маньяка с бензопилой должен был играть Дольф Лунгрен. Но в итоге его сыграл Эндрю Бронярски, удачно зашедший на вечеринку к Майклу Бэю. Съемки картины проходили в штате Техас, когда фильм был снят, у продюсеров появились сомнения и несколько особенно жестоких сцен были вырезаны из фильма ради более лояльного рейтинга. Зато когда New Line Cinema выпустила фильм на DVD, то дополнительные материалы включали в себя самую настоящую сокровищницу для фанатов этого фильма, включая все удаленные сцены, а главное — альтернативное начало и окончание фильма. Этот фильм получился просто великолепным. Режиссер-клипмейкер привнес в него самое лучшее из своего опыта. Оператор Дэниел Перл выбрал самые зловещие и ужасающие ракурсы. Ему не впервой, ведь именно он снимал оригинальный фильм в далеком 1974 году. Музыка Стива Яблонски настолько удачно передала атмосферу фильма, что продюсеры нисколько не пожалели, что им пришлось распрощаться со скандальным Мэрилином Мэнсоном, который должен был сам писать музыку к киноленте. Фильм является собой филигранное прочтение классики. С уважением пересняв фильм, команда Platinum Dunes поверила в свои силы и реализовали впоследствии не совсем удачные ремейки других известных фильмов ужасов. Возможно, переоценили свои силы. Кто знает, «Техасскую резню бензопилой» рекомендую как фильм, который вам обязательно понравится. Разумеется, людям со слабой психикой, беременным и детям, я бы порекомендовал воздержаться от просмотра. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!